Всем привет! Вы на канале Пикселенджер. В этом видео я нарисую по клеточкам простой рисунок для любителей игры Бравл Старс. Я нарисую маленького робо-спайка. И эта картинка иллюстрация к истории появления робо-спайка в игре. Рисунок несложный, в обычную тетрадку помещается, но нужно правильно разместить его в тетрадке. По ширине и по высоте рисунок занимает 14,5 см. Сначала мы нарисуем контур рисунка. И для контура я беру оранжевый, красный, желтый, коричневый фломастеры. И еще берем хороший черный фломастер или маркер, потому что черных клеточек будет много. В конце видео я выложу схему этого рисунка. Можете перерисовать по схеме, можете рисовать со мной по видео. И сразу ставьте мне лайк за видео, за идею. Сначала берем желтый фломастер. Начинаем рисовать контур. Я начну рисовать от правого нижнего угла. От края странички я отступаю всего лишь одну клеточку влево. Вот это клетка. У меня будет нижний и правый угол рисунка. И теперь отсчитываем 7 клеточек влево, не касаясь бумаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На седьмой останавливаемся. И закрашиваем 5 клеточек по горизонтали влево. Рисуем контур ноги. Одну клеточку по диагонали вверх влево закрашиваем. Идем по диагонали вверх влево, 2 клеточки вверх закрашиваем. 2 клеточки влево по горизонтали закрашиваем. Теперь 2 раза по одной клеточке по диагонали вниз влево закрашиваем. Кто не успевает рисовать со мной по видео, просто отмечайте клеточки, обводите контур. А закрашивайте клеточки уже позже. Ставьте видео на паузу и закрашивайте. Теперь от этой клеточки идем еще по диагонали вниз влево. Теперь влево по горизонтали закрашиваем 6 клеточек. И здесь вот 3 клеточки вверх закрашиваем. Теперь возвращаемся к правой стороне. От вот этой клеточки 2 клеточки вверх закрашиваем. Идем по диагонали влево, 2 клеточки вверх закрашиваем. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вверх. Одну клеточку по диагонали вверх вправо. Идем по диагонали вверх-вправо, две клеточки вверх закрашиваем От верхней клеточки идем вправо на том же уровне, закрашиваем две клеточки вверх Еще идем вправо, закрашиваем две клеточки вверх Еще идем вправо, закрашиваем три клеточки вверх От верхней клеточки идем вправо и закрашиваем 5 клеточек вверх. Теперь идем вверх-влево по диагонали, одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Здесь будет рука. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз-влево, закрашиваем 4 клеточки вниз. Пока что желтый фломастер не нужен, теперь берем оранжевый фломастер. Продолжаем рисунок слева. От этой клеточки идем вправо, одну клеточку закрашиваем. Идем по диагонали вверх-вправо, одну клеточку закрашиваем. Поворачиваем влево, по диагонали одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем две клеточки вверх по вертикали. Еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем вот такой уголок три клеточки. Рисуем контур второй руки. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вверх-влево закрашиваем три раза по одной клеточке. Еще идем по диагонали вверх-влево и закрашиваем 5 клеточек вверх. Теперь поворачиваем вправо, по диагонали вверх одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 3 клеточки по горизонтали вправо. Теперь идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем 4 клеточки вниз От этой клеточки идем вправо на том же уровне, закрашиваем 3 клеточки по вертикали вверх Теперь 2 раза подные клеточки по диагонали вверх вправо Теперь идем в правую сторону рисунка, вот здесь возле этих желтых клеточек, закрашиваем по вертикали 5 клеточек От верхней клеточки идем по диагонали вверх влево, закрашиваем 2 клеточки вверх И теперь 3 раза подные клеточки по диагонали вверх влево Теперь берем красный фломастер от вот этой оранжевой клеточки Идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем 1 клеточку Еще идем по диагонали вверх вправо, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем Еще идем по диагонали вверх вправо, еще 2 клеточки закрашиваем по горизонтали Теперь от вот этой клеточки идем по диагонали вверх влево, закрашиваем 3 клеточки вверх От этой оранжевой клеточки идем влево и закрашиваем 1 клеточку влево Теперь идем по диагонали вверх влево, 1 клеточку закрашиваем Поворачиваем вправо, по диагонали вверх закрашиваем 3 клеточки вверх И теперь вот эту клеточку соединяем, это верхний край рисунка Закрашиваем, здесь по горизонтали 6 клеточек, контур мы нарисовали Вот такой простой контур спайка Теперь берем коричневый фломастер, нарисуем глаза и рот А сначала от этой оранжевой клеточки идем по диагонали вниз вправо, 1 клеточку здесь закрасим Немножко выделим руку ему От этой оранжевой клеточки, 1 клеточку вниз пропускаем, закрасим здесь 2 клеточки по вертикали Теперь от этой коричневой клеточки пропускаем 3 клеточки влево 1, 2, 3, на 4 останавливаемся, закрашиваем 2 клеточки вниз 1 клеточку по диагонали вниз влево Идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 4 клеточки по горизонтали Одну клеточку по диагонали вверх-влево Еще идем по диагонали вверх и закрашиваем две клеточки вверх по вертикали Теперь от этой оранжевой клеточки пропускаем одну клеточку влево И закрашиваем четыре клеточки влево по горизонтали Начинаем рисовать глаз Две клеточки вверх с этой стороны Одну клеточку по диагонали вверх-влево закрашиваем коричневым Еще идем по диагонали влево вверх и закрашиваем две клеточки здесь по горизонтали От вот этой клеточки перепрыгиваем четыре клеточки влево Раз, два, три, четыре На пятой останавливаемся и закрашиваем четыре клеточки влево по горизонтали Две клеточки здесь по вертикали Одну клеточку по диагонали вверх-вправо И еще идем по диагонали вверх-вправо Две клеточки здесь закрашиваем по горизонтали Теперь снова берем желтый фломастер, закрасим вот здесь две клеточки желтым Вот здесь две клеточки по горизонтали желтым Теперь вот здесь две клеточки по горизонтали закрашиваем желтым И вот здесь две клеточки по вертикали желтым цветом Теперь вот эти четыре клеточки закрашиваем желтым Вот здесь одну клеточку желтую И вот здесь одну клеточку закрашиваем желтым Теперь берем черный фломастер или маркер И нужно закрасить этого спайка Только оставим несколько клеточек белых Вот здесь проводим линию Вот эти 4 клеточки будут белые Здесь проводим линию тоже 4 клеточки остаются белые Теперь рот обведем контур От этого угла ведем линию 2 клеточки вправо Клеточка вниз 2 клеточки вправо Клеточка вверх И 2 клеточки вправо Чтобы получилось аккуратнее Я сначала обведу еще контур А потом уже можно все клеточки закрасить И вот такая картинка по клеточкам у меня получилась Простой рисунок Это маленький робо-спайк Который радуется появлению большого робо-спайка Можете рисовать картинку по этому видео со мной А можете срисовать или проверить себя По вот этой картинке Кому понравился мой рисунок и моя идея Не забывайте ставить лайк под видео Я придумала эту картинку сама С вами поделилась Кто еще не подписался на мой канал Подписывайтесь Всем пока И до новых встреч на моем канале Пикселенджер Субтитры сделал DimaTorzok